Пора звучать общий фронт работ, который позволит нам получить в конце данного курса настоящее, достаточно функциональное приложение, охватывающее широкий спектр возможностей растапе. Приложение, которое мы в итоге получим, будет автоматически, то есть без участия пользователей портала, собирать статистику продаж на основании данных из CRM Bittrex24, позволит пользователям смотреть динамические отчеты по рейтингам продаж и даже саму будет публиковать рейтинги в живой ленте портала, снабжая их изображениями, которые укажет администратор портала, загрузив их в облако Bittrex24. Это будет приложение смешанного второго-третьего типа, поскольку, с одной стороны, нам потребуется некоторый пользовательский интерфейс, доступный прямо в портале, а с другой стороны, даже если никто из пользователей портала не будет открывать приложение, рейтинг по продажам все равно должен строиться и публиковаться автоматически. Разработку приложения мы будем вести путем постепенного усложнения функционала и начнем с приложения первого типа. Перечень на слайде еще раз поможет вам освежить в памяти особенности приложений первого типа. Фактически, это приложение, которое содержит только клиентскую часть, написанную на языке JavaScript, выводимую во фрейме портала Bittrex24. Такие приложения, тем не менее, могут использовать какие-то внешние ресурсы, например, подключать различные JavaScript-библиотеки или CSS-файлы. Методы RESTAP в приложениях первого типа вызываются при помощи специальной JavaScript-библиотеки, поэтому, если есть такая необходимость, то перед началом рекомендуется ознакомиться с основами JavaScript, особенностями событийной, то есть асинхронной модели разработки и DOM Document Object Model. А мы в качестве первого шага создадим простой HTML-файл, упакуем его в архив, затем загрузим в анкету публикации приложения на портале и увидим, что наше условное приложение прекрасно отобразилось в интерфейсе Bittrex24. Пора подвести промежуточные итоги. В первом уроке мы поговорили об общих принципах разработки приложений для Bittrex24. Выяснили разницу между тремя типами приложений и отметили на такие важные вопросы, как обеспечение безопасности и производительности при разработке. Узнали, что существует два варианта публикации в приложения в облаке Bittrex24 на своем портале и в партнерском Marketplace. И в конце даже сделали первый реальный шаг к этой самой публикации. В следующих уроках мы будем погружаться непосредственно в процесс разработки. Жду вас. До новых встреч.